всем привет сейчас пока начинаете собираться расскажу кто у нас сегодня будет о чем речь ждем мы андрея курпатова президента высшей школы методологии автора многочисленных книг психотерапевта лектора лектория прямая речь вопрос у меня такой вот мне все спрашивают что же ты подалась в эфиры когда уже все вроде эфиры свои закончили в затем в момент карантина мне как-то было все понятно потому что мы у нас была чрезвычайная ситуация мы перестроились там все на онлайн сидели дома было вроде все понятно все правила игры были известны а сейчас получается вот мне ничего не понятно про то что нас ждет в будущем про онлайн про обучение онлайн и хочу спросить у андрея владимировича андрей владимирович жду подключайтесь о том чем грозит это онлайн образование настолько ли это хорошо андрей владимирович я вас жду как всех приятно видеть вот так ждем ну подключается андрей владимирович я очень что-то плохо слышу у нас сейчас подождите мочку есть добрый день слышно да опять не слышно а сейчас слышно скажите что а все но я уже тут сказала что я когда у нас был карантин мы вот и с вами обсуждали там ну проблема езда есть карантин сейчас отсиделись что-то там онлайн сделали временно заменили школу но такие чрезвычайные нормальные меры они вполне себе как-то все справились у нас школа онлайн и тут теперь я будучи в основе движения онлайн дополнительного образования для детей мы записали более 500 уроков для школьников чтобы как-то поддержать чтобы там просто так дома не сидели как-то мозг тренировали дети взрослые и тут меня накрыло по поводу онлайна сейчас как-то это все продолжилось начали говорить всерьез об онлайн образовании как о постоянном образовании и к вам как доктор вопрос могут ли дети все время учиться онлайн полезно ли это алё да слушаю а всем не слышно дорогие друзья поставьте нет не слышно андрей владимирович вас а кого не слышно вам и меня или андрей владимирович а совсем плохо слышно а кого вам не слышно дорогие друзья скажите андрея владимировича не слышно андрей владимирович а в Ну, если кнопку как-то там увеличить связи. Чувствую, сегодня я буду говорить. Так лучше? Лучше так? Вот так лучше, да. О, все, работает. Так нормально? Наверное, он стоит на микрофоне, мне кажется. Ну что, давайте, может быть, второй раз выйдем на связь, быстро, да? Давайте отключимся и выйдем второй раз. Не слышно. Ага, да. Ждем наушники. Вместе с роутером к окну. Микрофон закрыт. Так, ну что? О, шикарно, все. А сейчас меня слышно? Да. Ну, слава богу. Вот оно, онлайн. Мы обошли технические препятствия. Да. Значит, соответственно, давайте просто в терминологии разберемся. Значит, есть дистанционное образование. Значит, дистанционное образование – это когда ребенок не ходит в школу, и он обучается дистанционно. С помощью тех заданий, уроков, которые ему приходят по электронной почте или на соответствующих платформах. Значит, такое образование активно развивается на Западе и в значительной степени связано с тем, что где-то трудная доступность образования. Ну, просто детям далеко ездить в школу. Вот. Где-то там какие-то психологические проблемы. Вообще американские школы, например, посложнее будут, чем наши отечественные. Там бардака все больше и больше, если мы говорим про муниципальное образование. Вот. Поэтому есть дистанционное образование. Значит, его не надо путать с онлайн-материалами. Значит, вот те платформы, которые сейчас разрабатываются, они разрабатываются для создания универсального качественного контента. Значит, сейчас у нас, к сожалению, дети, поскольку у них меняется характер восприятия реальности всего происходящего, меняется внимание, да, они все страдают из ДВГ в той или иной степени и так далее, их очень сложно удерживать, их внимание только преподавателям. То есть вот преподаватель становится такой штукой, которая менее интерактивна, чем им необходима. Соответственно, вообще весь мир стал перед необходимостью придумать такой способ передачи знаний детям для того, чтобы они максимально были вовлечены в это дело. Значит, я сам не сторонник. Я, как бы, вообще человек, как бы, суровый. Вот. Я бы всех воспитывал, так сказать, старой школой. Вот. Но что поделать? Значит, реальность меняется, восприятие детей меняется, поэтому надо создавать контент, который будет удерживать внимание детей. Игровой, значит, там, где будут все эти какие-то штуки, которые внимание ребенка удерживают. Танцы с бубнами, да? Танцы с бубнами, да. Ну вот, просто мы не научим наших преподавателей танцевать с бубнами, и это будет вообще издевательство. Значит, меняется существенно в такой ситуации роль преподавателя. То есть преподаватель из человека, который раньше всю дорогу транслировал знания, он был таким человеком, который передавал знания, значит, он превращается в человека, который должен стать ментором. То есть он должен этим помогать, адаптироваться, коммуницировать, формировать способности высказывания мыслей, там, широты взглядов, там, я не знаю, командной работы, там и так далее. Он должен учить друзей, детей дружить и прочее. То есть у него очень важная функция сейчас – социализация ребенка и социализация детских коллективов, потому что дети все более и более аутичные. Им значительно интереснее их всякие разные гаджеты, чем сверстники. Сейчас в школах шума, гамма нету, потому что дети выходят на переменку, достают телефоны, и в тишине каждый сам собой… В резиночке никто не прыгает. Да. Значит, вот задача сейчас преподавателя превратиться в вот такого, я прошу прощения, социального работника, который будет и помогать детям социализироваться. То, что транслировать знания можно теперь более качественно, за счет других инструментов, в этом нет ничего плохого. Дальше есть вторая проблема. Я хочу, чтобы все поняли, дистанционное образование для детей, которые вот по каким-то причинам не могут учиться в школе. Значит, цифровые платформы с качественным контентом. Проблема в том, что нету этих цифровых платформ с таким контентом качественным. Ну, как бы это просто… Мы постоянно опаздываем, да? То есть у нас эти платформы дышут на ладан, вот эта фотография школьных работ с отсылкой преподавателя – это, конечно, конец света, но это же не отменяет сути того, что должно происходить. Вот должно происходить следующее, что будут цифровые платформы, которые будут вовлекать детей, которые будут с ними в игровой интересной форме заниматься. Значит, вторая проблема. Вторая проблема связана с тем, что вот сейчас все, поскольку ринулись в эту структуру онлайн-образования, в том числе для детей, создается много всяких разных мобильных приложений каких-то там, каких-то всяких разных обучалок там, вот это все галиматики. Значит, здесь проблема в том, что, значит, люди не учитывают, и это не понимают ни разработчики зачастую, ни родителей, потому что их этому специально не обучали, что у ребенка есть так называемые зоны ближайшего развития. По Выгодскому. Он их все время открыл, и ничего с этих пор не изменилось. Ничего не изменилось. Да, потому что мозг растет вне зависимости от… До 25 лет проходит процесс милинизации разных зон мозга, формирования базовых нейронных сетей, обеспечивающих работу мозга. Вы не можете этот процесс не ускорить, ну, как бы, к счастью, и затормозить тоже. Вы можете его сделать плохим, чтобы мозг превратился просто в тыкву. Это можно делать с детьми. А надо помогать. И надо, чтобы весь контент, который получает ребенок, четко соответствовал его зоне ближайшего развития. Ну, что такое зона ближайшего развития? Вот, условно говоря, там, ребенок научился, я не знаю, продевать шнурки в ботинок. Вот, следующий этап – это надевать, завязывать эти узелочки. Понимаете, его не надо в этот момент обучать лыжным гонкам. Понимаете, пока рано. В зоне ближайшего развития завяжите шнурочки. Вот, точно так же. Потому что в противном случае ребенок просто не способен. Его мозг еще не созрел для более сложной деятельности. А у нас сейчас, это вот я пример привожу, здесь, со шмешариками. Шмешарики – хороший мультик, там все очень талантливые. Он детей сильно, я сейчас не знаю, как они смотрят, но я застал, так сказать, со своим ребенком рассвет, так сказать, начало этого великого пути. И дальше там смысл жизни. И вот, значит, мультик про смысл жизни. Ходит, значит, там бараш какой-то скучает, пишет какие-то эти стишки там или философскую прозу. Ну, какая философская проза? Какой смысл жизни ребенку 4-5 лет? Он вообще просто, это не то, что не зона ближайшего развития. Понимаете, это зона просто неразвития. Но родители смотрят и говорят, боже, какой глубокий вот детям вот это. Они не понимают. Ну, то есть, они что-то там понимают свое, но это не то, что они должны были бы понимать, что родители подразумевают. Поэтому вторая проблема цифрового контента, то, что если в школу приходят, там учитель четко знает, на что его ученики сейчас способны дальше вот этой зоне ближайшего развития, а на что не способны. И поэтому учитель сам регулирует эту зону ближайшего развития. Он не дает высшую математику в третьем классе. Он понимает, что они не сообразят. Вот. И, соответственно, вот нынешние онлайн вот эти вот продукты, они должны четко попадать в зоны ближайшего развития. Если они попадают в эти зоны, то нет проблем с контентом. Есть проблемы с цифровым контентом с маленькими детьми. Но маленьким детям вообще нельзя смотреть. До трех лет нельзя смотреть. Экраны, вот эту всю эту галиматию им нельзя давать. До трех лет. Если мы смотрим исследования, они проводились на детях 24-30 месяцев. И там, значит, по ним им давали задания. Ну, то есть их обучали каким-то новым словам, которых они еще не знали. И в одной группе детей этим занимался взрослый, а в другой группе детей этим занимался гаджет. Причем гаджет был интерактивный. То есть он показывал эти предметы в окружающей действительности. То есть он как бы не совсем тупая была платформа. Вот выяснилось, что дети 30 месяцев учатся у взрослого и не учатся у гаджета. Но вот они не могут. У них пока не работает. Им поэтому пока нужна взрослая обезьяна, которая будет, значит, что-то называть какими-то словами. Вот. Но после того, как ребенок уже готов, как бы сказать, к взаимодействию с цифровой средой, вот, не играть там, не смотреть мутики, вот, а взаимодействие... Это возраст какой взаимодействия с цифровой средой? Это какой возраст? Ну, вообще, с шести лет, вот, в целом, можно уже про это взаимоговорить. Ну, вот. Ну, то есть вот даже можно просто посмотреть, насколько дети общаются по видеосвязи, понимаете? Им очень сложно. Ну, то есть вот он не поним... Ну, то есть как бы как-то ему вот не хватает, что-то вот там не то, вот, по этой видеосвязи, понимаете? А потом, ну, как бы, наконец-то привыкает, чему у него мозг уже способен экстраполировать, как бы, свои знания о собеседнике на образ, который он видит в телефоне. Ну, вот. Поэтому, как бы, это возрастные, так сказать, периоды, все они, в общем, актуальны. Ну, понятно. И вот это две проблемы. Ну, то есть одно, научитесь делать контент, который детям адекватен, попадите в его, этот, как его... А родители, взрослые, должны заниматься социализацией. Но это мы сейчас так рассуждаем, как будто бы мы собираемся всегда жить, там, в этом карантине, там, готовить какой-то специальный контент, как многие сейчас говорят. Вот мы разрабатываем онлайн-школы, которые дети смогут потом все время учиться онлайн. Нет, нет. Для меня это была временная такая мера. Ну, да, перестроились, не решили. Нет, если речь идет про цифровую платформу, которой занимается Сбербанк, посмотрите последнее интервью Германа Оскаровича, где он ясно, подробно, внятно всем объясняет. Невозможно при нынешнем уровне технологий отменить школу. Наоборот, школу надо сделать местом, куда дети хотят приходить. Это не значит, что там не может быть большого экрана, их собственного экрана. Это не значит, что не надо контролировать условно. Знаете, как в Китае сейчас учатся? Нет. Ставят камеру и следят. Значит, камера следит, затем ребенок занимается или дурака валяет. Можно обучить уже камеру, чтобы она идентифицирована. И на пульте у преподавателя высвечивается. Вот этот ребенок как бы улетел, а этот занимается. И можно подойти к тому ребенку, который улетел, и там уси-пуси вернуть его обратно в работу. Понимаете? Ну, то есть, ну, никуда мы не уйдем от этих технологий. Нужны технологии, которые помогают, а, сделать контент доступным для детей с учетом их восприятия, б, ну, необходимо вообще, в принципе, их контролить, потому что прежние методы контроля не работают. Раньше родители могли с двойкой прийти в школу домой. Это что значило? Ну, да, лучше было не идти домой, понимаете? А сейчас вообще все видели в гробу, в белых тапках этих родителей. Ну, что, сами, конечно, добились родители, устроили им это. Ну, раньше, слушай, раньше как было. Я помню, что моя мама боялась в школу ходить. А сейчас, наоборот, учителя боятся, когда приходят родители в школу и там качают права по поводу своих детей. Нет, ну, это огромная катастрофа. Значит, у нас падение авторитета людей, чей авторитет в обществе должен быть непререкаемым. Это учителя, это врачи, это судьи, это полицейские. И вот авторитет этих людей в обществе должен быть огромный. Ну, вот. И его нету сейчас. Поэтому общество деградирует, понимаете? Потому что лечатся, понимаете, лопухом, учатся у черт знает где или вообще уже перестали учиться, знаете? А от полицейских бегают. В суды только, понимаете, вперед ногами заходят. Ну, как такое может быть? Но это же системная проблема. Это все, это информационная псевдодебильность. Я у вас там лекцию читал про это, рассказывал. Да. Это у мозга, и дальше вот пожинайте это все. Андрей Владимирович, а вот сейчас начинаются такие рассуждения на тему, да? Ну, я же в лектории, вот мы тоже думаем, как же мы сейчас теперь вообще жить-то дальше будем? Потому что сейчас как раз-таки ничего и не понятно. Не три месяца назад было ничего не понятно. Три месяца назад было понятно. Все сидят дома, ждут, когда все закончится, а сейчас вот ничего не понятно. И уже разговоры такие. Значит, онлайн это для бедных, а оффлайн будет для богатых. Значит, я, к сожалению, должен заметить, что в целом мир катится в тартарары. Это ситуация мною описанная. Книжка называется «Четвертая мировая война». Там конкретные направления движения тартарары. Что такое тартарары? То есть сейчас за время карантина это все просто ускорилось, да? Это просто стало явным то, про что я говорил всю дорогу. Понимаете, я всю дорогу рассказывал, что люди тупеют, и сейчас будет катастрофа. Сейчас у нас 30% людей считают, что их зачипируют, понимаете? Ну, все, уже приехали. Понимаете, жидкие чипы у них, понимаете? Новые открытия в науке. Вот, все, создали, так сказать, наконец-то. Прорыв вот начался. Поэтому, ну что, количество дегенератов увеличивается. Ничего с этим не поделать. И понятно, что, ну как бы, что с этими дегенератами дальше делать? Ну, как бы, что им объяснять? Вот, как бы, чему их учить? Ну, как бы, там и так далее. Поэтому понятно, что будет разделение. Ну, то, что... Зачем тратить ресурсы на людей, которые, ну, как бы, не способны? Им сейчас всем оденут очки. Вот это Oculus, понимаете? Вот такие вот. Их погрузят в 3D-реальность. И они там будут весело бегать с друг дружкой. Ну, это что? Я не призываю. Ну, я всех учу мышлению. У меня, кстати, тоже кластер, тоже закрыт. И тоже мы, этот, как бы, не знаем, когда откроем Академию смысла дальше. Вот. Но я-то занимаюсь тем, что я хочу, чтобы у людей включился вот этот чайник, и они начали бы там поваривать чего-нибудь. Вот. Но основная масса идет вот с тревым шагом просто в дебильность. Ну, и что я? Я как могу с этим поделать? Я борюсь. Вот. Вы боретесь там. Это прямая речь, моя любимая. Вот. Все боремся. Но все это, знаете, в списках не значился был такой роман. Знаете? Брестской крепости. Вот. Это про нас. Ну, будет разделение, да? Ну, а как удается? Хорошо. То есть, получается, что какие-то комьюнити такие, да, по интересам дальше ждут нас? Ну, общество вообще... Или не комьюнити? Или не по каким интересам? Какие признаки? Общество атомизировалось. Это произошло не вчера, да? Значит, общество делится совершенно на отдельные возрастные, культурологические, образовательные и прочие, как бы, такие группы. Нету больше общего информационного контекста, который бы объединял людей. Мы, когда жили в ситуации, когда информация поступала к нам примерно одна и та же, нас объединял общий культурный контекст. Как-то было спокойно очень все, как в режиме мы жили. Ну, спокойствие это немножко подругое, а вот просто общий контент. Вот раньше были анекдоты, все бесконечно друг к другу рассказывали анекдоты. Почему сейчас перестали рассказывать анекдоты? Пересылают мемасики. Мне дети все время рассказывают анекдоты. Ну, это хорошие дети. Значит, не рассказывают анекдоты, потому что нету... Понимаете, если бы все смотрели Штирлица, если бы все смотрели Чапаева, можно про это рассказывать, потому что все вокруг сразу понимают этот культурный код. Значит, ситуация, когда кто-то смотрел, а кто-то не смотрел, а как правило, контента столько, что один смотрел, другой не смотрел, один читал, другой не читал и так далее, у них нету общего информационного пространства. Невозможно на нем пошутить, невозможно его обсуждать. Почему стало сложно разговаривать? Ты это читал? Нет. А что, интересно? Интересно. Про что там? Ну, вот про это. Все, закончилось. Понимаете, это не обсуждение нового романа, который появился, всеми нашумел, все прочитали, понимаете, и дальше находится в дискуссии Достоевский прав или неправ. Ну, все, нету больше этой общей ткани, поэтому, конечно, мы рассыпались, атомизировались и так далее. Есть вот другой вопрос, связанный с ускорением, потому что действительно ускорение невероятное, потому что технологии, они шарашат с такой просто пугающей быстротой, они накладываются друг на друг, еще не успели изобрести, оно уже устарело, потому что кто-то другой что-то следующее придумал. Огромное количество. Просто задумайтесь, вот сколько лабораторий работало 50 лет назад по созданию какой-нибудь вакцины. Ну, я не знаю, ну, 100 по миру. А сейчас вот тысячи лабораторий одновременно занимаются этим. Ну, просто нужно понимать, что нас стало очень много, нас стало 8 миллиардов, мы выросли просто в разы, в разы. И из-за того, что мы так сильно выросли, и появилось большое количество освобожденной рабочей силы, которая может не пахать, а заниматься интеллектуальной деятельностью. И все эти люди, понимаете, они скапливаются в этих культурных центрах, в которых эта деятельность производится, да, в лучших университетах, в лучших лабораториях там и так далее. И дальше конкурируют там с собой не на жизнь, а на смерть. Поэтому и в крупных технологических компаниях. И в результате просто это огромная масса людей, способных производить вот сложный интеллектуальный продукт, все еще. Проблема состоит в том, что и там все хуже и хуже становится с человеческим материалом. Одни создают просто очень много... Мы вошли в фазу, когда эволюция сама себя обгоняет. Научно-техническая. А вот у меня в связи с этим вопрос, да, мы подошли к тому, а на ваш взгляд, чему нужно сейчас обучать детей современным? Это должны быть какие-то навыки или вообще что... Как вы видите процесс? Чему обучать? Ну, я честно говоря... Что пригодится там через 10 лет? Что им? Значит, так больше нельзя рассуждать. Значит, детям пригодится мозг. Значит, нужно изучать все, что способно структурировать интеллектуальную деятельность ребенка. Для этого нужны, естественно, научные знания об окружающем мире. То есть он должен знать физику, биологию, химию, математику. Вот это все обязательно совершенно. Значит, вторая часть – это он должен быть социальным и культурно интегрированным человеком с широким мировоззрением. Поэтому, конечно, должны сохраниться все гуманитарные вещи. То есть за этим прямую речь сразу отправляем? Да, значит, это совершенно обязательно, потому что без вот этого вот сейчас мощного социального навыка и социального культурологического пласта, который необходим, у них просто не будет достаточного объема интеллектуальной деятельности. Если у вас ребенок в результате будет хорошо знать, как устроен мир, хорошо знать, как устроена культура, и будет социально активным, значит, вне зависимости от того, как будут происходить дальше какие-либо изменения, он к ним адаптируется. Если он будет думать, что Земля плоская, там есть такие теперь теоретики мощные, мне там говорят в комментариях, что я оскорбил кого-то, вы про проскую Землю почитайте в интернете, а потом вы будете говорить, оскорбляю я или называю правильными именами для генераторов. Плоские земли у них, понимаете, там что-то такое уже, просто уже за гранью просто. Ну ладно, да. То есть мы говорим вообще о такой, ну, стандартной советской школе. Да, да, мы говорим о стандартной советской школе. Ничего нового тут не изобретает. Нет, значит, в советской школе, значит, социальные навыки, они формировались другие. Вот это существенная вещь, связанная с социальными навыками. Значит, в советской школе был свой-чужой, там плохой-хороший, там было, значит, что правильно, что неправильно, там и так далее. Значит, в современном мире такой истории уже быть не может. Он слишком стал сложно сочиненным. Значит, поэтому учить в школе нужно других детей, принимать, ну, детей, людей, да, оказывать им поддержку эмоциональную, понимать их мотивации, да, уметь с ними разговаривать, уметь с ними договариваться. Потому что раньше тебя поставили командиром звездочки, ты командир, а они все это, все равняются мирно, шагом марш. Все, больше нет такого. Поэтому из советской школы, если мы говорим про естественно-научное образование, гуманитарное образование, ну, тоже гуманитарное, тоже меняется, потому что, ну, уже невозможно детей учить 19 веку, вот, уже 20 веку их учить, как бы, сложновато, понимаете. Ну, поэтому у меня здесь нету, как бы, таких рецептов, я не специалист в этой области, но понятно, что культурологически нужно быть очень сейчас в тренде и очень, как бы, думать про то, чтобы ребенок был наполнен той культурологической базой, которая его сделает адекватным миру, в котором он будет выдвинут сейчас. Вот. Что не отменяет, конечно, классиков, но просто, ну, теперь надо, это вот нельзя больше, понимаете. Но страдания Сунечки Мармеладовой при всем моем, как бы, любви к Достоевскому, я, у меня научные работы по нему есть, я, понимаете, на международных конференциях с ним выступал, понимаете, я обожаю, ну, все уже, больше не объяснить сути драмы, понимаете, Карамазовых, ну, невозможно, сути идиота объяснить невозможно, ну, то есть, ну, как бы, вообще мир стал другим, ну, как бы, один умер, другой нарождается и пугает. Вот, поэтому культурологически и социально, конечно, это должно быть другое образование. А естественно, научное, ну, как бы, оно в Африке, естественно, научное. Земля круглая, по всей поверхности Земли она имеет свойство быть круглой. Тогда мы подытожим, что мы за советскую школу, да, такое фундаментальное знание о устройстве мира, математике, и за культурологическое знание. Да, вот, и социальные навыки. А что такое социальные навыки? Это вот то, что я говорил, theory of mind, это способность создавать внутренний, реконструировать внутренний мир другого человека. То, что дети же, когда рождаются... Сопереживать, да. Ну, сопереживать можно и игрушки, которые лапу оторвали. Вот, это не свидетельствует о том, что ребенок реконструировал внутренний мир игрушки, потому что у него, у игрушки нет внутреннего мира. Вот, кроме опилок, которые в него, знаете, благополучно запихнут в этого медведя. Вот, реконструкция внутреннего мира – это сложный навык, который формируется у нас примерно где-то там с 10 до 15-16 лет. Вот, это очень важный период формирования ребенка, потому что до этого дети жестокие, и они действительно могут вести себя чудовищно, там, всякими животных мучить, там, друг друга вот это организовать. Да, и так далее, да. Это, они просто пока не алло, у них просто в голове нету способности понимать, что другому человеку больно так же, как тебе. Для этого нужно, это они могут на каком-то таком сознательном уровне. Ну, для этого, вот у меня сейчас ребенок, Маша, так столкнулась тоже здесь с тем, что, ну, как бы друзей мало, мы сейчас там, где, ну, непривычные московские, да, друзей мало, и тут, получается, у всех друзей мало, все начинают за друзей конкурировать, делить их. Сейчас у детей вообще такая тема – это best friends. Вот это, вот ты мои, либо ты best, либо не best. Вот все, другого не дано. Они не могут втроем, вчетвером. У них только, я вообще смотрю, какая-то мировая тенденция. Только либо ты BFF, либо ты не BFF. И они так жестоки на этом фоне, что к этой жестокости уже и... Вот я не понимаю. Вот мне кажется, что за ребенком, это я, а наболевшим, да, стоит мудрый взрослый, да, который вот, ну, мы же детей все равно можем направить, разрулить, где-то схитрить, где-то, ну, как-то своим поведением тоже, да, своим участием направить. Или это у них вот в мозгу, это какая-то конкуренция, не знаю, выживание, что это такое? И нужно ли вообще лезть туда? Пусть они со своими BFF-шечками там. Да, мы, понятно, как бы, биологически являемся млекопитающими, вот, стайдными, для которых свойственно высокий уровень межгрупповой конкуренции. Значит, если его не будет происходить, то мы просто не будем строить сложные иерархии, не будем забиваться в большие коллективы и не сможем покорять планету. Ну, вот, мы ее покорили, поздравляю всех с случившимся. Вот, значит, никуда эти инстинкты из нас не делись. Вот, проблема сейчас состоит в том, что раньше я имел потребность со всеми, с самым большим количеством людей поддерживать социальные связи, потому что один человек не способен был компенсировать мне там, недостаток информации, навыков, возможностей. Ну, просто вот вспомним старую школу. Я не к тому, что она хорошая, я просто, чтобы вспомнить. Значит, вот у одного есть книжка, я стоял в очереди за Гербертом Уэллсом, чтобы дождаться, пока, значит, мне ее по очереди выдадут. Так я должен был построить отношения с человеком, который мне выдаст эту книжку, потому что если он не выдаст, я ее и не прочитаю. Или вот это вот «Сто лет вперед», вот это какая-то была книжка про Алиса Черезнева, это же вообще было просто невозможно. Надо было со всеми договариваться. Игру какую-то принесли, там яйца, волк ловил, жвачку кому-то прислали, понимаете, ну там еще что-то. А у какого-то мальчика порнография объявилась, понимаете, что ходил за ним ряд, понимаете, выстраивались в очередь, понимаете. Да. Нужно было со всеми поддерживать отношения для того, чтобы удовлетворить свой интерес, свой дефицит информационный. В ситуации, когда дети находятся в переизбытке информационного воздействия, у них нет информационного дефицита. То есть они постоянно получают. Им зачем с другими людьми, которые сложные, которые со своими амбициями, которые со своими желаниями и так далее, взаимодействуют? Нет никакого мотива. Если нет мотива, я не буду себя переделывать. Я буду стоять, гордый такой, говорить, я самая прекрасная. И свои БТП – это удобные тебе такие вот люди, с которыми не надо ничего. Да, это просто, с одной стороны, удобно, а с другой стороны, ну какой-то социальный контакт нужен, ну вот будет такой. А другие люди… Ну там в ТикТоке нужно снимать иногда. Вот, да. Вот эти вот. Все как… Да, да. Видела, как в ТикТоке там они писают сейчас в штаны, нет? Да ладно. У них челлендж, да, челлендж, да. Они все от малых до велика встают и писают штаны и снимают это. Вот это к вопросу про… Когда я говорю про дебилов, я не шучу. Это… Особенно мне понравилось… Смотрите, мне прислали эту такую прям подборку. Вот. Он писал вверх ногами. Круто. Да? Плоская земля еще не предел. Будем еще публично писаться в штаны. Класс. Ну, просто, чтобы… Где мы? Андрей Владимирович, у меня просто сейчас озарение случилось, что действительно по поводу всех этих БФФ, что у них настолько доступ… Ну, как бы есть свои виртуальные вот эти вот ТикТоки, какой-то вот бред, им нужно что-то очень комфортное, рядом с собой, нераздражающее, и там уже дальше идет. Если человек ведет за собой, нужно тот, кто велся бы, да? Если бы бредом, и то затем… Да. И вот это пора справиться. То есть получается, что мы, если мы говорим, что мы мудрые, взрослые, да, я не знаю, согласитесь вы или нет, что, ну, в этом случае мы должны были вмешиваться, должны ли мы научить ребенка вот этому, такому, наверное, самому главному навыку одному из… учиться быть вместе, учиться дружить, как ни странно, именно учиться быть, быть, учиться там, быть хорошим другом, этому уже учиться, ну, мы же как-то… Да, ну… Роль родителей. Просто, да, значит, самое лучшее – это групповые задания с конечной целью. То есть вот просто обучить дружбе, ну, это как обучить любви. Хотелось бы, но вряд ли. Ну вот, но если мы ставим детей в команде, в групповую работу, где финальный результат зависит от вклада каждого, они будут вынуждены с собой друг с другом взаимодействовать. А может быть, какие конечные цели? Сказка про репку, значит, рассказываю. Значит, дед тянет репку, за ним бабка, понятно все. Бабка зовет внучку, тоже пока все логично. Дальше внучка зовет жучку. Жучка – собака, она не ест репку, какого ляду она туда присосалась к этому всему. Дальше жучка зовет кошку. Я вообще, это собака и кошка к ней, значит, вот, приходит. Значит, и потом, последний уже вообще, да, тут внутривидовая ненависть. Жертва, мышь, понимаете, приходит и за кошкой по просьбе, чтобы тянуть репку, ну, то есть, к своему естественному врагу, да, и вытягивает. Про что эта сказка? Это сказка про то, что, да, если тебе надо вытянуть репку, то придется, вот, как бы, со всеми вот это вот устроить этот, как мир, дружбу, жвачку. И хочешь, не хочешь, будешь с ними структурировать отношения. Когда дети будут понимать, что у них вот есть там, условно говоря, там соревнование какое-то, они с кем-то соревнуются. Вот в КВН, например, играли раньше, я не знаю, сейчас играют, нет, как там объединяются команды, это же просто лучшие ближайшие друзья останутся, хотя там, как правило, креативные личности, которые с друг с другом слабо взаимодействуют. Но им же надо скоммуницироваться, нужно же выиграть, нужно там и так далее, и пусть это все там непросто, пусть там внутренние конкуренции там и так далее, вот, но возникает история, поэтому я не знаю, там детские спектакли, там конкурсы, съемка кино, фильмы, там и так далее, любая история. чем занимается прямая речь детский умный лагерь, это мы вот, ну, когда там... Я не знал. А у нас, у нас много лет мы делаем, для своих же детей делали такой лагерь, где они вот этим все мы занимаемся, театральные смены, ну, да, блогеры, там, создание своих каналов, ну, да, то есть, так как минимум до этого должны понимать это родители, да, вот всех этих детей, что мы их должны собирать, придумывать им задания, учить их коммуникацию. Да. Как полезно. Андрей Владимирович, чтобы не затягивать, потому что это уже 40 минут, а я просила вам на 20. 15? 15-20. Во-первых, я скажу для тех, кто не в курсе, у меня 5 месяцев назад родился третий ребенок. Разница с последним ребенком 10 лет. Вот 12 и 10 лет назад, потому что у меня трое детей, я воспитывала детей как таких вот созданий, которые спустились к нам сверху, я читала книжки про их свободу, что вот они им 5 месяцев они уже все знают, просто не могут сказать, и вообще они все знают лучше нас, и уже все умеют, а мы должны следовать за ними, ну, и так далее, да, вот это вот. я, я, конечно, наглоталась вот этой их свободы, которую дала им, и можно сказать, вот эти все 10 и 12 лет расхлебывают, до чего меня не направили, ну, какой-то был другой контент воспитания детей, мы всех растили свободными, и тут я уже прочитала книгу счастливый ребенок, и мне как-то все так стало ясно, правда, у меня сейчас ребенок в режиме, все остальные дети тоже в режиме, я понимаю, что он, у него сейчас он не может там что-то схватить, просто потому, что у него там в мозгу не созрела, еще не созрела, про свою 10-летнюю, 12-летнюю дочь, я абсолютно понимаю, что у них там вот просто не созрела, не то, что они там или ленивые, что-то не умеют, да им просто это еще рано, и у них не созрела, и мне, честно говоря, стало очень легче жить, я думаю, Андрюша, которому 5 месяцев, и он спит по режиму, ест по режиму, и никуда я там вот это его не кручу, не верчу, чтобы он быстрее там пошел, в общем, хорошо стало, поэтому я выложу этот эфир, и хочу очень разыграть книжку «Счастливый ребенок», для того, чтобы... Припас. Припас? А, прям эта книжка? Да, будет с автографом автора, да. О, здорово, тогда я в эфире с автографом. И будет еще доп. приз, это будет, это уже книжка для детей про мозг, и как и тренажер, вот, поэтому будут призы для участников нашего митинга. митинга. Да, тогда... Митинга. Что, Андрей Владимирович, спасибо большое за это. За то, что нас терпели, пусть мы будем выдавать призы. Да, будем. Но надеюсь, что было не бесполезно, в конце концов. Было вообще не бесполезно, пойдем осмыслять, да, правильно сказать, это, пообщаемся еще в комментариях под постом с эфиром. Спасибо большое, очень люблю встречать. Уповедаться, Танечка. Всем привет большой. Спасибо. Да, скучаю по нашим... Надеюсь, лекции в прямой речи продолжатся. Обнимаю, обнимаю. Ага, да, счастливо. Пока-пока. Пока-пока. Так, как же вы тут завершите. Субтитры сделал DimaTorzok